здравствуйте мои дорогие рада вас приветствовать на моем канале и сегодня мы с вами будем разговаривать о маникюре а вернее о дизайне омбре которое можно сделать очень хитрым путем кто-то из вас меня спрашивал как сделать омбре на верхних формах и сегодня решила вам это показать у нас модель со сложными ручками которая принесла к тому же еще на сквозь сломанные ноготочки но некогда их менять посмотрите насколько они заломанные но это же мы конечно отремонтируем перед тем как заняться ноготочками мы сделаем сначала маникюр и так фрезой пламя я прошла в разные стороны влево и вправо взяла ножницы и аккуратно начала срезать кутикулу кутикулу желательно связать цельной колбаской чтобы не было заусенец и тогда когда вы будете держать ножницы внутренним захватом они внешним у вас как раз это и получится вы захватите кутикулу с начала и вы режете ее до конца после маникюра мы конечно же нанесем базу на которой у нас как раз все и будет стоять базу я использую каучуковую ах да нам же с вами нужно отремонтировать два насквозь поломанных ноготочка поэтому я взяла шелк промочила его гелем как вы видите и шелк стал практически невидимым но он идеально цементирует поломанный ноготь да так что шелк вы никогда не увидите и вот только теперь мы приступим к дизайну который я вам хотела показать и так амбре самым простым способом для тех у кого оно не получается и для тех кому лень сидеть и выводить кисточкой первое что я сделала это нанесла тот цветной гель который будет находиться в зоне кутикулы и ну естественно и сделает она всех ноготках и при этом успела еще и нарастить на гелевых типсах поломанный ноготок мы его быстренько нарастили на гелевые типси с базой долели длину опилили вот он точно такой же и мы также с ним работаем как и со всеми остальными ноготочками он будет достаточно тонюсенький но крепкий и так мы нанесли первый гель который у нас будет находиться в зоне кутикулы и он же у нас будет плавно перетекать в другой гель который уже будет находиться во второй половине части ногтя и так я взяла верхней формы после того как высушила основной гель вложила в верхнюю форму тот гель с которым у нас будет омбре и так приложила верхнюю форму по-хитрому нажимая на самую верхнюю часть верхней формы и заполимеризовала фонариком затем досушила в лампе следующий ноготок точно таким же способом виде как я давлю и при моем давлении на край верхней формы происходит плавное растекание 2 геля да так что у нас получился плавный переход одного цвета в другой теперь конечно же очень хочется мне пилить для того чтобы посмотреть что же у нас получилось уже в красоте в красивой нормальной форме потому что все-таки цвет немножко разошелся на бока но это ерунда и так пилила я только бака а посмотрите какой тонкий типс гелевый верхний типс и я продолжаю дальше наношу но прежде конечно я по размеру подобрала верхней верхнюю форму гелевую и так нанесла наш цвет переходящий нажала на верхнюю часть гелевой верхней извините типс и высушила и вот что у меня получилось я слегка еще раз опилю и на шамбре практически готова теперь мы убираем пыль допилим еще кое-где где мне слегка не понравилось и теперь а вот смотрите да что я вам еще хотела показать ноготок растет совсем в сторону очень сильно конечно же это не модельные ручки поэтому мне пришлось насильно выворачивать средний палец другую сторону для того чтобы рука более-менее смотрелось ровно с центральным пальчиком ну и вот после топа что у нас получилось посмотрите прекрасная нежная омбары переход одного цвета в другой и сделали мы это очень быстро с помощью верхних форм и вы так тоже можете так что всем удачи но мне пора прощаться и пока пока спасибо что смотрите нас